Мусорную реформу в Бурятии, возможно, придется отложить. Что пошло не так и по каким правилам будем вывозить отходы в будущем году, об этом и не только расскажет Восточный экспресс. В студии Несопитонова. Здравствуйте. Вначале, как всегда, коротко о главных темах. Неожиданный подарок от Москвы, куда город направит 16 миллиардов рублей, интересовалась Ольга Арсунукаева. Как говорится, одно лечим, другое калечим. Как дорожная служба повредила заборы местного жителя, расскажет дежурный по городу. Новые материалы в Государственном архиве о создании кинолетописи в сюжете Бэрмы Роднаевой. Единого тарифа не будет, как вероятно, единого оператора по вывозу мусора. Республиканская служба по тарифам решила не устанавливать единую плату на услуги Эко-Альянса. Решение уже принято. Сегодня его озвучил глава региона Алексей Циденов. Причиной послужила финансовая и техническая неготовность рекоператора к выполнению своих обязанностей. Также Эко-Альянс направил в адрес Министерства природы предложение расторгнуть соглашение об организации деятельности по обращению с отходами. Это означает, что схема вывоза мусора в Бурятии остается прежней. А сейчас о ЧП в Улан-Удэ. На территории центра доверия насмерть замерзла женщина. По предварительным данным, она вышла на улицу и не смогла найти дорогу обратно. Есть информация, что одна из проживающих в центре отмечала день рождения. Очевидно, бабушки засиделись. Одна из них решила покурить. Но так как в центре это запрещено, она вышла на улицу по запасной лестнице. Получается, что она вышла, не предупредив персонал, дежуривший в ту ночь. Она вышла и, видимо, была дезориентирована, потому что в темноте она не смогла найти обратно входа. Кроме того, оказалось, что у женщины очень слабое зрение. Тело обнаружили только утром возле гаражей. Практически весь периметр центра, оснащен камерами видеонаблюдения, не зафиксировали, как бабушка ходила по территории. Однако в день трагедии, вероятно, за мониторами никто не следил. Охранников, дежуривших в ту ночь, уволили. Погибшей пенсионерке было 63 года. Она переехала в центр из Заиграевского района. В доверии проживала третий год. И, как стало известно уже сегодня вечером, Следственный комитет начал проверку по данному факту. О подробностях происшествия им стало известно только из СМИ, а не от полиции, чьи сотрудники выезжали на место. И продолжаем выпуск. Сегодня в Улан-Удэ прошел пикет по поводу дня рождения Сталина. По словам организаторов, акция была согласована. Полиция активистов не задерживала, но атмосфера была накалена из этого. Лозунги пикетчиков вызвали неоднозначную реакцию у прохожих. По факту историческому, что это руководитель, крупнейшая личность не только в истории России, но и в истории мировой. И при нем действительно много было достижений. Сталин взял крестьянскую страну, а оставил ее с ядерной бомбой. И много сделал для России. Но перегибы у всех, наверное, есть. Не только у Сталина. Сталина нужно было судить. И мне вот за это стыдно. Дедушку оттуда забрали в 1937 году. Машиниста расстреляли. Трое детей осталось. Как можно с портретом Сталина выходить? Судить его надо было, как Гитлера. В деревнях мама рассказывала, приезжали, людей забирали, увозили. И так люди домой не возвращались. Все. Это при Сталине было. Очень много людей несправедливо пострадали. Он же знал, подписывал. Я хочу, чтобы вернулась власть советов в нашу страну. За Отечественную войну сколько у нас погибло? 27 миллионов погибло. А репрессий было, ну, где-то порядка 5 миллионов, не больше. Это жутко. И нужно тем более изучать историю, чтобы не повторять ее ошибок. Выходить на улицы с плакатами можно по разным поводам. В Бичуре, например, люди потребовали отставки районного избиркома. Они намерены объявить бойкот грядущим выбором главы в Бичурском районе. О чем говорили на площади, услышала Ольга Арсунукаева. Идет, идет, идет народ. Молодцы. Несмотря на мороз, возле дома культуры поселка Бичура кипят страсти. Причиной народного ополчения стал тот факт, что с предвыборной гонки сняли двух главных претендентов на должность главы района. Тем самым предрешив ее исход. Попытка провести грязные выборы. Я не знаю, для чего это неправильно было сделано, с моей точки зрения. Народ немножко низко поставили, что ли. Люди посчитали, что их лишили права выбора. И то, что местный избирком сделал это намеренно. Я предлагаю портить бюллетени безвожным образом, но сидеть дома нельзя. Я скажу, что такое считать народ за быдло. В Центральном избиркоме уверяют, снятие кандидатов мера вынужденная. Нарушение нашли на этапе регистрации. Это то, что доводы веские, согласился и суд. Что касается митинга, хоть он и санкционированный, но организаторам он может выйти боком. Это и есть статья уголовного, воздействие, воспрепятственное работе комиссии в их избирательном процессе. В этой связи члены комиссии могут в силу незнания или испуга. Тогда кто будет виновен? Сырые компании. Значит, те, которые организовали это давление. Все вопросы через суд. Если чаша Фемиды склонится на сторону митингующих, результаты выборов аннулируют. То есть, если суд узрит факты давления на комиссию, организаторов ждет штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы до одного года. Что касается выборов, то они состоятся в любом случае в ближайшее воскресенье. Ольга Арсенукаева, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Оригус». А в Улан-Удэ, тем временем, другие митингующие встречались с представителями общественной палаты. Похоже, этот орган становится площадкой для диалога между жителями Бурятии и властью. Мы тоже хотим встретиться. Мы хотим. Поговорить с ним хотим. Вы проводите несанкционированные мероприятия в виде митинга. Вы будете привлечены к ответственности. Так, 4 декабря митингующие пытались пробиться к главе Бурятии. Попытка не удалась, но обошлось и без арестов. Тогда защитникам леса обещали диалог с властью. Через две недели активистов удалось усадить из-за стол переговоров. Но накал страстей не снижается. В первую очередь, лучшие куски населенных пунктов, которые границ Максимович, разбирали те же депутаты. Разбирали еще кто-то, кто-то, значит, там, жители сами. И они были очень сильно возмущены. Они еще тогда даже не знали. В среде требований запрет выдачи в аренду лесных угодий иностранцам и ужесточение контроля над местными заготовителями. Я, значит, работаю с 2014 года по незаконным рубкам. По моим фактам, которые выявлены были, везде все доказано. Ущерб вот сейчас предоставлен на 50 миллионов почти рублей. Ущерб по Баргузину. Вообще нужно в законодательстве нашего лесного кондекса заменить многие статьи и ужесточить вот этот контроль. И это, по мнению Сергея, лишь вершина айсберга. Требовать решения наболевших проблем не на митингах, а за столом переговоров. Общественная палата республики готова стать мостом между жителями и властью. Сегодня, я считаю, ну, скажем, такой действительно первый шаг, когда мы решили не просто выслушать, ну, скажем, какие-то призывы, а более конкретно выстроить эту работу. Мы четко понимаем, что необходимо делать уже какие-то реальные шаги. И первый реальный шаг. Почему бы буквально завтра, послезавтра уже не выехать в тот же Баргузинский район и начать вообще контроль по незаконным рубкам? Бороться не только за сохранение леса. Общественники объявили акцию «Неравнодушный гражданин». Каждый может обозначить проблемы. Пути решения обещают обсудить и направить руководство республики. Сергей Соголов, Батар Халматов, телекомпания «Аригус». Впереди много интересного. Оставайтесь с нами. Вот о чем вы узнаете в «Восточном экспрессе». Вот так закаляется деловая сталь. В республиканском бизнес-инкубаторе прошел форум «Мой бизнес». Бывал на нем Никита Коровенков. Новые материалы в Государственном архиве о создании кинолетописи в сюжете Бэрмы Роднаевой. Десять лет без выходных и перерывов в работе. В юбиле «Улан-Удэ Энерго» в материале Артемия Шарова. Улан-Удэнцам порекомендовали сократить посещение новогодних детских праздников. Опасения Роспотребнадзора вызывают сезонный подъем простудных заболеваний. Эпидпорог по-прежнему не превышен. Однако ситуацию может ухудшить новогодний ажиотаж и массовые мероприятия. Так родителям категорически не советуют водить детей на елки при первых признаках простуды. Если у ребенка наблюдаются симптомы заболевания, стоит отказаться от посещения новогоднего мероприятия. Стоит остаться дома и обязательно в порядке вызвать врача. Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания. Ну и вообще следить в целом за здоровьем ребенка. То есть это обязательно физические нагрузки должны быть. Обязательно нужно включать витаминизированные продукты, особенно с витамином С, для поддержания иммунитета ребенка. Специалисты отмечают, количество заболевших у РВИ вдвое меньше, чем в прошлом году. Особую роль в этом отводит массовая иммунизация. В этом году прививки поставил практически каждый второй житель республики. А вот прогулки на воздухе напротив полезны и, например, на городских горках. Но одной из них грозит печальная участь. Платную горку на площади советов могут снести. В правительстве прошло совещание. К вопросу подключилась прокуратура Бурятии. Рассматривают возможность выкупа горки с помощью бюджетных средств. Однако у властей есть ряд вопросов по документации и конструкции объекта. На сегодняшний день есть опасения, что она может не выдержать ту массу народа, которая должна там будет находиться. Есть такие предпосылки, что она не отвечает требованиям безопасности. Скорее всего, ее придется сносить. Установка горки, по данным предпринимателя, обошлась почти в полтора миллиона рублей. Аттракцион платный. Открыть его планировали уже на следующей неделе. Строительство коммерческого объекта на главной площади города чиновники мэрии пытались оправдать тем, что хотели разнообразить ледовый городок. В случае сноса теперь там будет пустое место. Закончится ли хрустальная сказка, так и не начавшись, узнаем уже на следующей неделе. Комфуз с горкой можно отнести к очередной ошибке городских управленцев. Неудивительно, что теперь у республиканского правительства есть свой взгляд на то, как должен развиваться Улан-Удэ. Столица получит федеральный транш 16 миллиардов рублей. И распределять эти деньги будут не депутаты горсовета. А специальная комиссия, созданная по инициативе главы Бурятии. Комплексный план развития Улан-Удэ. Таково официальное название золотого потока, что обружился на город Манна Небесной. В него вошли 12 национальных проектов. Москва прислушалась к регионам и начала раздачу денег. Бурятий достался один из самых больших кусков – 33 миллиарда рублей. Больше половины на развитие Улан-Удэ. В национальном проекте есть такая хорошая составляющая, как чистый воздух. Экология города Улан-Удэ будет обязательно находиться в зоне пристально нашего внимания. Городской транспорт тоже решать с самым экологическим чистым видом транспорт – трамваем. Ну и так далее. От такого подарка городские чиновники расчувствовались. Сразу вспомнили все столичные болячки, даже те, о которых доселе молчали. Коммунальные сети города сегодня характеризуются высочайшим износом. МУП Управление трамвая является единственным в республике предприятием экологически чистого транспорта. Доля аварийных путей составляет 46%. Семь городских школ работают три смены. Эти вопросы решаются. Но также существует риск перехода на три смены. И он зафиксирован еще в четырех школах. Жалобы городских чиновников республиканские коллеги слушали молча. В городе практически нет ни одной сферы, где не требуется помощь. А после резюмировали. Абы куда деньги потратить не позволят. Тот же транспорт, о котором мы говорим, ну уж давайте откровенно говорить, что это вообще полупреступная сфера. Там очень много вопросов по коммуникациям, которые надо ремонтировать. Но когда в аренду их отдавали, были построены на бюджетные средства, это государственные все вещи были. Но их каким-то образом раздали, то есть, не сказать, разбазарили. За счет бюджетных средств их ремонтировать, наверное, тоже не совсем справедливо. Возможно, по этой причине глава республики и дал поручение создать правительственную комиссию по разработке плана развития города, чтобы не растащили городские депутаты деньги по своим округам. Решение этих проблем должно осуществляться также комплексно. И не всегда это только финансирование вопрос. Для того, чтобы начинать финансировать инженерные сети города, необходимо понять, что с этими сетями. Разобраться, чтобы эти сети были в собственности у города. Где все-таки прольет золотой дождь, комиссия решит в начале года. Отчет представят на сессии Народного хурала. Предварительно известно, что 11 миллиардов пойдут на строительство крупных объектов, в том числе третьего моста через Уду. Снег чистят, глыбы летят. После дорожных работ житель Сотникова остался у разбитого забора и вызвал дежурного по городу. Как разрешила ситуация, расскажем в нашем сюжете. Наши недельные дежурства заканчиваются в поселке Сотниково. И здесь местному жителю дорожной службы сломали забор. 18 числа мне вечером позвонила моя соседка. Мне сообщила, что сегодня у них чистила дорогу автомашина и мне повредила забор. Пообещали вызвать сюда на место специалиста. Прошло три дня, специалиста я так и не дождался. Федеральную трассу чистят с помощью специальной многотонной техники. По следам от шин мы видим, что в какой-то момент, скорее всего, она свернула на тротуар. Возможно, тоже для прочистки. И проехала вдоль забора. Во время работы от ее ковша отлетают огромные глыбы снега. По всей видимости, они и повредили забор. Двадцать девять метров получается. Столбы целые, это профиль на трубах прожили. Две штуки по четырнадцать с половиной. С местным житом свяжались, пришли на примирение. В связи с обильными снегопадами фирма работала в круглосуточном режиме, производила патрульную очистку улиц. А также подсыпку дорог в районе села Сотниково. В процессе данной патрульной очистки, так как рабочая скорость автомобиля составляет от 35 до 40 км в час, образуется достаточно мощный снежный вал, который откидывается на расстояние до 25-30 метров. В связи с этим произошла деформация забора у местного жителя. Конфликт удалось урегулировать. Не без нашей помощи подрядная организация согласилась отремонтировать забор уже к этой неделе. Ну а если помощь дежурного по городу нужна и вам, звоните по телефону, указанному на экране. Будем оказывать оперативную поддержку. Едина Немаева, Виктор Горновской, телекомпания «Арегус». Свет их работа. Крупнейшая городская энергосетевая компания отмечает первый официальный юбилей своей истории. С чего начиналась местная энергетика 10 лет назад и во что превратилась Улан-Удээнерго сейчас, интересовался Артемий Ушаков. История городской энергетики началась в 1931 году. Тогда в Улан-Удэ торжественно заложили первый камень в фундамент электростанции. Первое же сетевое предприятие появилось только спустя 40 лет. Его назвали «Бурят Камун Энерго». Далее реструктуризованы в МУГ городские электросети и далее вот сейчас Улан-Удээнерго. Это 10 лет Улан-Удээнерго. Молодая компания, молодое руководство показывает себя только с лучшей стороны и развивается, выполняет инвестиционные, ремонтные программы. Все эти предприятия тянутся почти 2300 километров. За качеством их работы следят около 400 человек. Многие из них работают на предприятии с момента его образования. Технологии совсем были другие. Условия труда были совсем абсолютно другие. Сейчас все это, ну, 21 лет в конце концов. Сейчас все другое. Текущее обслуживание городских сетей обошлось предприятию почти в полмиллиарда рублей. Сейчас компания может подключать тысячи новых абонентов в год. Те проекты, которые у нас, в принципе, увенчались успехом, мы будем их продолжать, будем развивать. Ну и будем идти в ногу с прогрессом, вводить новые цифровые технологии, устанавливать новые приборы учета, современное оборудование. В планах предприятия снизить количество и продолжительность технологических отключений. Для этих целей компания уже освоила около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Артемий Ушаков, Александр Новжулон, телекомпания «Арегус». А давайте создадим свой «Буревуд». Такое предложение прозвучало на конференции, посвященной развитию кинематографа Бурятии. Что еще обсуждали и какая судьба у местных фильмов, узнаем из сюжета. Это исторический момент, на самом деле. Вот так описали свой съезд сами участники конференции. Под лозунгом «Кино как часть национальной культуры» за кругом столом собрались чиновники, кинематографисты и начальники районных отделов культуры. Особо выделилась идея создать местную фабрику кино. При этом мы снижаем затраты не на производство одного отдельного фильма, а для всех фильмов. Таким образом мы, получается, не кормим каждого отдельно взятого кинематографиста рыбой, а выдаем ему удочку. Но не все оценили порыв, и диалога не получилось. Я вам скажу прощение, что перебиваю. Я-то вопросы конкретно задал. Где денег взять? У меня есть только прямое поручение главы, где все написано. Я в курсе того, как происходило. Поэтому, согласитесь, что надо развивать образцы. Ладно, продолжим. Продолжили реальнее. Весной правительство страны утвердило национальную программу «Культура». Деньги не только на кино, но достаточно лакомый кусок. На республику Бряки приходит 650 миллионов рублей. То есть мы получаем в два раза больше, чем в среднем субъект Российской Федерации. Дорогие друзья, все в наших руках. Вот мы должны активно со следующего года принимать участие в конкурсах распределения финансовых средств. А в конкурсах распределят в три раза больше. Упор планируют сделать на открытии кинотеатров в селах. Фонд кино на это выдает до 5 миллионов. Успешным опытом поделились иркутские коллеги. В приоритете 12 местных сел. А чем больше площадок, тем лучше для творцов. Потом, допустим, какой-то молодой кинематографист будет в фонд кино обращаться, а у нас будет здесь сеть, у него вероятность получить эту субсидию будет больше. Благодаря вам. На конференции обсудили профессиональное образование в сфере кино, международный фестиваль в Турке на столетие республики и дополнительные субсидии. Все предложения рассмотрят в правительстве. Основная цель – сделать кинематограф полноценной отраслью экономики. Сергей Смоленинов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Ригус». Ну что ж, кино – это важнейшее из искусств, а кинолетопись – это фиксация важнейших событий нашего времени. Третий год «Ригус» причастен к этому процессу. О съемках для архива «Бурятии» расскажет Б.Р. Мараднаева. В государственном архиве «Бурятии» хранится свыше одного миллиона дел. Каждый год пополняется на пять тысяч материалов. Третий год подряд создается кинолетопись. Она хранится на таких видеодисках. Здесь сохранены все самые важные события республики за каждый год. Планомерную хронику событий в «Бурятии» начали создавать только в 2016 году. 19 сфер жизни – от политики до спорта и культуры. В 250 минутах – все самое значимое. Так, два года назад одной из ярких страниц видеолетописи стала «Алтергана» в Улан-Удэ. В 2017 – смена руководства республики. За эти годы принято более десятки интересных киносюжетов, которые отражают республики Бурятия. И мы надеемся, что эти материалы будут востребованы нашими потомками через много-много лет. Кинолетопись этого года готовилась к корреспондентам нашего телеканала на протяжении всех 12 месяцев. Все материалы записаны в современном HD-формате. Свыше 150 минут кинохроники вскоре появятся на полках Госархива и на сайте организации. Все фильмы представлены на русском и бурятском языках. Именно телевидение может сегодня создать настоящую летопись для потомков, как жила Бурятия, как жила республика. В наших телекомпаниях много снимали Бурятию в 90-х годах, начало нулевых годов. И сейчас, прямо глядя этих архивов, мы видим, как менялась Бурятия, как она развивалась. Это очень важно, чтобы он был такой носитель материальный. Летопись 2018 года будет доступна на сайте Госархива уже в январе. Байерма Роднаева, Борис Бальчинов, телекомпания «Ригус». В Бурятии подвели итоги проекта «Мой бизнес». Его главная идея – развитие малого предпринимательства. Итак, кто дошел до финала, расскажет Никита Корабенков. У меня своя студия красоты «Мон». Ему 10 месяцев. И за последний месяц я только вышла на ноль. Сейчас я уже выхожу на хорошую прибыль. И только, наверное, скорее всего, благодаря этому проекту. Участвовали в проекте не только бизнесмены с нуля, но и те, у кого уже есть свое дело. Образовательная программа «Мой бизнес» стартовала еще в конце октября. А сейчас уже подводят итоги. Как говорится, цыплят по осени считают. Основным началом было то, что мы подготавливали психологические ребят. То есть кто-то не был психологически готов к предпринимательству. Кто-то не понимал, что такое планирование. Кто-то не знал, что такое бухгалтерия, но хотел и горел идеей. В углубленное изучение всего, что имеет отношение к бизнесу, маркетинг, бухгалтерия, менеджмент, психология, учителя или, как их называют здесь спикеры, опытнейшие бизнесмены. И они готовы поделиться своим опытом. В Бурятии нужно развивать свою культуру и показывать свою культуру, свою историю, свою аутентичность, свою религию, свою философию. И давить вот в это. Вот за этим люди сюда поедут. Люди едут на Тибет не для того, чтобы там только посмотреть на горы. Они едут туда за философией, они едут туда за смыслом. 180 человек на первом занятии. 20 из них со своими проектами добрались до финала программы. Ограничений по возрасту нет. Самому младшему участнику 14, самому старшему 68. Самый младший участник и стал победителем. Мой проект называется «Семейный коворкинг». Он направлен на то, чтобы сплачивать семьи, чтобы они проводили совместный и полезный досуг. Это будет пространство, площадка, где люди будут работать. У нас тройка таких победителей. Мы будем всячески поддерживать, чтобы таких идей как можно было больше. Есть ряд серьезных партнеров у форума, как Сколково тот же. Участие в программе абсолютно бесплатно. Создана она при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия. Как уверяют организаторы, программа станет ежегодной. И в следующем году участников будет еще больше. Никита Горобенков, Батр Халматов, телекомпания «Орегус». Моя часть выпуска подошла к концу. Далее рубрика «Сфера интересов». Я же прощаюсь с вами до следующей недели. До конца декабря осталось совсем немного. А значит, пора считать дни до Нового года и выгоду от покупок в сети магазинов «Мегатехника». Только в эти выходные есть возможность купить технику с солидной скидкой или даже забрать ее бесплатно. Настало время главных скидок года. В «Мегатехнике» скидки на все до 100%. Приглашаем всех в «Мегатехнику» за выгодными покупками. Бытовая и цифровая техника из года в год остается в числе лидеров желанных подарков на Новый год. Порадуйте своих близких. «Мегатехнике» – тысячи идей для полезных подарков, которые сейчас можно купить со скидками до 100%. Купила смартфон «Конор 10», вытянула скидку 30%, сэкономила 8 тысяч. Это очень здорово. Люблю «Мегатехнику». Мы 50% сэкономили. Мы всегда в «Мегатехнике» покупаем. Ну, здесь качество хорошее, скидки хорошие, плюс у них бонусная программа действует, очень всегда хорошо. Купил монитор, вытянул скидку 30%, получилось, сэкономила 5 тысяч. Очень доволен, всем рекомендую. Ну, «Мегатехнике» мне нравятся, прежде всего, скидки, да, это предновогодние, постоянные, каждый год. 50% скидка, 4 тысячи с лишним сэкономила. К Новому году я очень рада. Все для комфорта покупателей. «Мегатехника» на проспекте автомобилистов переходит на новогодний режим. До 30 декабря торговый центр работает с 9 утра до 9 вечера. 31 числа с 9 до 6. Успевайте купить подарки с выгодой в сети «Мегатехника». Таких цен уже не будет. Только два дня праздничные скидки на меховые изделия на выставке продажи «Зимняя сказка». Не упустите шанс приобрести шубку по специальным новогодним ценам из новой коллекции. Различные модели из меха-норки, от удобных автоледи до шикарных длинных шуб. Широкий размер дырят от 40 до 60 размера. Без покупки уйти будет сложно. Я здесь уже была и все-таки зашла приобрести себе шубку. А тут оказались большие скидки и большой ассортимент. Также обещали дать подарочек при покупке. Мы поздравляем жителей Улан-Удэ с наступающими праздниками и хотим пригласить на нашу новогоднюю распродажу шуб. На выставке «Зимняя сказка» представлена богатая коллекция меховых изделий от российского производителя. Только до 23 декабря у нас можно приобрести шубу с большой скидкой. Также на выставке головные уборы и меховые аксессуары со скидками и привлекательными предложениями. Изделия можно приобрести в кредит без переплаты. В следующем году таких цен уже не будет. Побалуйте себя подарком на Новый год с выставкой «Зимняя сказка». Приходите за обновкой ФСК на Рылеева 2.